И говорим сегодня о замечательном писателе Гончарове Иване Александровиче. Гончаров Иван Александрович – автор всего лишь трёх романов. Как шутили критики, автор трёх «О», потому что все три романа у него начинаются с буквы «О». Первый роман – обыкновенная история о судьбе молодого человека, которого сломал капиталистический строй, капиталистический Петербург. И он из мечтателя превратился в циничного накопителя. Второй роман – это «Облома», о котором мы сегодня говорим. И третий роман – «Обрыв» с очень символичным названием. То есть он попытался смоделировать путь России, если она пойдёт по революционному пути. То есть кончится это может страшным обрывом. Гений, как всегда, был прав. Ещё Иван Александрович очень интересен с точки зрения оставленных им путевых заметок фрегат «Паллада». Потому что он неторопливый, несколько даже ленивый, которого друзья звали господин Делень, он однажды получил от адмирала Путятина приглашение в качестве литературного секретаря принять участие в кругосветной экспедиции на фрегате «Паллада». И Гончаров неожиданно для всех принимает это предложение. Три года он находился в кругосветном путешествии и оставил замечательно интересные записки, которые так и назывались «Фрегат Паллада». Ну а сегодня мы говорим о романе «Обломов», который был опубликован в 1859 году в журнале «Отечественные записки». Публикация растянулась на 4 месяца. Ну, роман всё-таки достаточно весомый, большой, что, конечно, не способствовало успеху произведения с вяло развивающимся сюжетом. Кто роман прочитал, тот видит, да, он интересный, безусловно, но острой динамики там нет. И в истории России это была застойная эпоха, когда в особой, так сказать, остроте вставал вопрос об отмене крепостного права. Роман открывается описанием внешности и характера главного героя Ильи Ильича Обломова. Это был человек лет 32-3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала. И тогда во всём лице теплился ровный свет беспечности. Эта метафора с тонкой иронией передаёт инертное и благодушное состояние русского дворянства, потому что, надеюсь, все понимают, что Обломов – это типичный образ, который собирает в себе все характерные черты своего времени. И это состояние русского дворянства, вот это аморфное, такое неторопливое, в ту решительную минуту исторических изменений, когда России так нужны были свежие силы и идеи. Причём Гончаров рисует намеренно развернутый портрет своего героя. Ему важно подчеркнуть характер Обломова, выделить в нём основные черты. А основные черты, все, наверное, сразу обратили внимание. Это мягкотелость, лень, апатия. Поражает несоответствие между возрастной позицией героев, которые в самом расцвете творческих сил находятся, и физических сил, казалось бы, тоже. 32 года – это замечательный возраст, где, казалось бы, всё возможно, когда все мечты можно превратить в реальность. Но мы видим вот это несоответствие, вялость, неорганизованность, отсутствие желания жить активной жизнью, и, в общем-то, как-то свои способности, которые есть, безусловно, но способности как-то реализовать. И не случайно актор придаёт облику Илье Ильича в какой-то степени даже женские черты. Мы видим, что он такой весь мягкий, плечи изнеженные, чересчур белый цвет шеи. Все эти художественные детали придают облику дворянина в общем-то вот такое вот аморфное состояние. И вот тут как раз получается контраст между идеальным образом дворянина и дворянина, который, не будем, так сказать, кривить душой, действительно олицетворял цвет нации, да, дворянство был опорный класс, так сказать, как самый культурный, как самый образованный. И, так сказать, вот эта разница между тем, каким уповали видеть дворянина, и каким мы видим его в образе Обломова, вот это, так сказать, та суровая правда жизни, которую нам Гончаров и показывает. Гончаров прямо пишет, что его герой обрюз к неполитам от недостатка ли движения или воздуха, а может быть того и другого. В облике Обломова есть любопытная деталь. Он одет в настоящий восточный халат из персидской материи, без малейшего намека на Европу. В этом штрихе к портрету автор как бы пунктиром намечает всю последующую сюжетную линию романа. Противопоставление Обломова его другу Штольцу, который как раз и олицетворяет в романе европейский менталитет. Илье Ильичу же ближе азиатская мода вовсю. Не случайно он так трепетно любит свой халат. И Гончаров совершенно конкретно по этому поводу говорит. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе. Он как послушный раб покоряется самому малейшему движению тела. Вот в этом невинном, на первый взгляд, описании восточного наряда сквозит тонкий социальный подтекст. Вся Европа уже живет трудовой жизнью, а Россия все еще привыкла к припасническому рабству, когда верные слуги выполняют любую прихоть помещиков. Всю глубину укоренившегося дворянского паразитического менталитета иллюстрирует следующая фраза из романа. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. И мы понимаем, что герой постоянно лежит в одной и той же комнате, которая служит ему одновременно, спальной кабинетом и приемной. И в этом замечании Гончаров очень тонко подчеркивает всю никчемность, бесполезность жизни Огломова, который до такой степени утратил ко всему интерес, что заживо похоронил себя в четырех стенах. Не случайно писатель подчеркивает, что Илья Ильич почти всегда был дома, но даже в остальные свои три комнаты редко заглядывал, поэтому мебель в них была закрыта чехлами, а шторы спущены. Интерьер же той комнаты, в которой обитал хозяин, лишь на первый взгляд казался прекрасным. На самом деле на нем сквозило лишь желание элементарно соблюсти приличие. И тонкий художественный вкус не удовлетворился бы тяжелыми неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Очевидно, что интерьер давно требует обновления, но хозяин даже не заботится об этом. За дубу одного дивана осел вниз, наклеенное дерево ночь местами отстала. И автор нам подчеркивает какой-то холодный рассеянный взгляд, которым обломов смотрит на свое жилище, словно спрашивая, кто сюда натащил и наставил все это. Мы с вами понимаем, что описание интерьера очень важно для понимания образа героя. И здесь, конечно, это все, все, что связано с описанием интерьера, подчеркивает еще одну отрицательную черту героя. Нежелание заниматься хозяйственной деятельностью. Все у него запылилось, поленяло. На странице когда-то раскрытых книг пожелтели поражает та крайняя степень индивидуализма, личностной самодостаточности, потому что обломов он именно такой. Вот с этим душевным оскудением. Вот все эти противоречия как раз в образе обломова и воплощаются. Ну а дальше художественное пространство романа постепенно расширяется. Обломов получает письмо от своего управляющего из деревни о неурожае, недоимках, уменьшении дохода. Теперь перед нами уже не просто плохой хозяин дома, а нерадивый помещик, от которого зависят жизни крестьян и их семей. И он об этом, как мы видим, даже не думает. Выясняется, однако, что подобные письма он получает не первый год. И план разных перемен, улучшений, которые он хочет воплотить в жизнь, еще, как он выражается, не весь обломов. Таким образом, мы видим, вместо того, чтобы принять срочные меры, чтобы исправить, ну или хотя бы как-то улучшить ситуацию, Илья Ильич лишь в течение нескольких лет вяло размышляет о том, что можно сделать. Создается впечатление, что он вообще никогда не воплотит в свой гениальный план. Герой обленился до такой степени, что по полчаса тратит на то, чтобы заставить себя встать, спасти. Гончаров детально описывает, как обломок медленно приподнимается. Затем он медленно спускает одну ногу, потом другую ногу. И все это занимает у него довольно много времени. Автор всеми средствами хочет подчеркнуть. Мягкотелось, нерешительность, оторванность героя от реальной жизни. Однако Илья Ильич при всем при этом умный и культурный человек. Он получил хорошее образование, у него добрый нрав. Не случайно его друг детства Штольц говорит о нем, что это хрустальная прозрачная душа. Обломов провожает закат, провожает солнце в обаятельных мечтах и мучительных заботах. Он живет своей глубокой внутренней жизнью, о которой никто не догадывается. Все думали, что обломов так себе, только лежит да кушает на здоровье. И что больше от него нечего ждать, что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали. От изображения конкретного героя Гончаров переходит к рассуждению об оскудении дворянского рода вообще. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома, и чай валяется где-нибудь на чердаке. Предания о старинном быте и важности фамилии всех лохвых или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне же стариков. На примере образа Захара, слуги Обломова, автор показывает, что русский народ привык уповать на барина. Даже детские капризы Ильи Ильича герой воспринимает как проявление господского права, то есть что он имеет право на эти капризы, и видит в них слабые намеки на отжившее величие. Таким образом, былое богатство рода Обломова живет лишь в воспоминаниях старых слуг. На примере образа Захара Гончаров убедительно показывает, как меняется в послереформенное время народное миропонимание. То есть слуга тонко ощущает себя на стыке двух эпох. С одной стороны, в нем еще живет формировавшаяся и выками безграничная личная преданность барину. С другой стороны, его захватили новые общественные взгляды и веяния. Он может соврать Обломова, любит выпить с приятелями за барский счет. Он не опрятен, не ловок. Это человек, который легко и быстро приспосабливается к любой ситуации. Причем, надо сказать, что это такой самый распространенный тип в русской литературе. Теперь же барин стал настолько инертным, что даже позвав слугу, не может вспомнить, зачем он это сделал. Захар же тонко чувствует, что на самом деле барину до пыли, за которую тот, а его отчитывает, и дела нет. Поэтому и в характере Захара уже давно сформировалось равнодушие к своим обязанностям. Упреки Обломова он встречает однообразными отговорками. Он каждый раз одно и то же повторяет. За всяким хлопом не уследишь, в щелку к нему не влезешь, уберешь, а завтра опять наберется. Создается впечатление, что и делать ничего в этой жизни не надо, ведь все равно всему есть один печальный итог. Когда же Обломов спрашивает, почему у других чисто, Захар отвечает, а где немцы ссору возьмут? Вы поглядите, как они живут. Вся семья целую неделю кость вложит, все тук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платишки коротенькие, все поджимают под себя ноги, как гусеник. Где им ссору взять? У них нет этого, вот как у нас, чтобы в шкафах лежала по грудам куча старого изношенного платья или набрался целый уголок хлеба корок наземный. У них и корка зря не валяется, наделают сухарики, да с пивом и выпьют. То есть так Гончаров вновь подходит к тени сопоставления русского крепостнического и европейского капиталистического менталитета. Он убедительно показывает, как лень и бесхозяйственность убивают в человеке радость жизни. Все важные дела Обломов стремится отложить на завтра. В результате у него скапливаются не только изношенные вещи, но и неоплаченные счета. Принятие важных решений Илья Ильич также стремится переложить на плечи своего слуги. Когда Захар говорит, что им надо освобождать квартиру, Обломов ему отвечает, «Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать». После гиперболизированного описания инертности и бесхозяйственности Ильи Ильича Гончаров переходит к изображению его окружения. Вот, например, волков, да, такой блещущий здоровьем, аккуратный, подтянутый. Когда он приходит в дом Обломова, кто не знает, куда положить шляпу, так как везде пыль, а он привык к ослепительной свежести. К 11 часам он уже успел сходить к Портному, забежать в гости к Илье Ильичу и запланировать еще поездку в Екатерингу. Волков влюблен в религио и мечтает о счастье, бывает на званых обедах и танцевальных вечеринках. У него широкий круг общения. Глядя на опустившееся положение Обломова, он подружески стремится расшевелить его, приглашая на светские мероприятия. «У меня все дни заняты», – восклицает он при этом с сияющими глазами. Чтение, интересные беседы об искусстве, театры, путешествия, охота, романтика, деревенская жизнь. Вот мир, которым живет Волков. Он любит разнообразие. Бывает и в Европе, он о Париже упоминает. Обломов же считает все эти светские развлечения пустыми. Следующим гостем Ильи Ильича оказывается Судьбинский. Господин в том темно-зеленом праке, с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окамляющими его лицо ботинфардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым литом, задумчивой улыбкой. Он канцелярский чиновник, работает начальником отделения с 12 часов до 5 вечера. Должность у него ответственная, относится он к ней серьезно, поэтому считается украшением министерства. Однако на балы у нужных людей поездку в Екатерингов он время все-таки находит. Судьбинский готовится к свадьбе. Перебирая в разговоре фамилии общих знакомых, Илья Ильич узнает, что они тоже постепенно обзаводятся семьями и делают неплохую карьеру, однако и этот путь не устраивает Обломова. Следующим гостем оказывается Пенкин. Удащавый черненький господин, заросший весь бакенбардами, у самих недрежностей. Он занимается литературным трудом, пишет на различные темы, при этом стремится поднять в своих работах социальные проблемы. Пенкин стремится уговорить Обломова почитать литературные новинки, например, поэму, вышедшую любой взяточник от падшей женщины. Но Илья Ильич знает цену произведения такого рода, это чтиво, и надо отдать ему должное Обломов. Не читает такие произведения, он, правда, и другое ничего не читает, но, по крайней мере, отношения к такого рода произведениям у него вполне определенные. И он действительно прав, когда считает, что общественного резонанса, кроме пустой шумихи и разговоров, такие произведения не делают. Да и, по сути, не плещут новизной. И, в общем, он говорит, протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь к ним, как с собой. Вот, тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову. Ну что, это действительно заслуживает уважения, такая точка зрения на художественные произведения. То есть он призывает журналиста любить человека. Сам Илья Ильич, если и все-таки читает, то предпочитает читать по путешествиям. Пенкин, как и два предыдущих гостя, тоже собирается в Екатеринбов, так как ему дано написать потом об этом статью. И приглашает Обломова. Но тот, как обычно, ссылается на нездоровье. После Пенкина к Обломову пришел человек неопределенных лец, неопределенной физиономии. Его многие называли Иваном Ивановичем, другие Иваном Михайловичем. Этот своеобразный незаметный человек стремится любить всех, поэтому в сущности никого не любит. У него нет ни врагов, ни друзей. Ну, в общем, да, Никита, вы правы. Да, действительно, он действительно показывает противоречие одинокого человека, который презирает устои общества, но своего пути найти все-таки никак не может. Очередным визитером в доме Обломова становится его земляк Тарантир. Человек лет сорока, принадлежащий крупной породе, высокий, объемистый плечак, по всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой коротенькой шеей, с большими на выкате глазами толстогубы. Таким образом, писатель хочет показать целую галерею типических образов. Вот как Гоголь делал, вот как Гоголь показывал галерею типических образов, так и Гончаров хочет это показать. И новый герой смотрит на всю угрюмо, он словно обижен жизнью, движение его смелы и размашисто, он не стесняется ничьим присутствием и постоянно груб в обращении. Такая, прямо скажем, малопривлекательная личность. И Гончаров метафорично сравнивает этого героя со сторожевой собакой, которая на всех лает и непременно схватит на лету кусок мяса, куда бы он ни летел. К Обломову два последних посетителя ходили пить, есть и курить хорошие сигары. Илья Ильич же любил их принимать по разным причинам. Алексеев, тот, который любил всех, а стало быть, никого, не мешал ему, находясь в гостях, он вел себя так, как будто его тут не было. Тарантьев же, наоборот, носил в размеренное существование Обломова струю живой какой-то энергии. И, однако, конечно, понятно, что только одного своего гостя Илья Ильич любил искренне. Это Андрей Иванович Штольц, которого Гончаров и противопоставляет Обломову в образной структуре романа. Это, так сказать, антитеза, да, то есть вот единственная борьба противоположностей. Штольц и Обломов. Штольц – обрусевший немец. Немецкий образ жизни является в романе объектом пристального внимания. Когда Обломов рассказывает Захару, что другой человек сам себе чистит сапоги, сам одевается, сам работает и пыль вытирает, Захар ему отвечает – из немцев много таких. Однако сам Илья Ильич считает, что ему это не нужно, так как он ни в чем никогда не знал нужды, и он не хочет сознавать, что рушится его веками складывавшееся прочное хозяйство, что скоро не станет и вовсе таких вот преданных Захаров, которые больше извели всего в хозяйстве, перебили посуду, перепортили мебель, чем услужили. Обломов считает себя благодетелем Захара, но на деле они давно перестали друг друга понимать. И Гончаров убедительно показывает, что внешняя умиротворенность и благополучие Обломова лишь показная форма существования, под которой он умело маскирует свою грусть и боль. На самом деле герой переживает, он же умный человек, он переживает свою оторванность от живой жизни, болезненно чувствует, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в медрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Автор использует в романе, распространенный в русской классической литературе, мотив сна. Сон Обломова композиционно делит роман на две части. Первая из которых описывает характер жизни Обломова в его петербургской квартире. Вторая уже связана с появлением Штольца, который хочет пробудить Обломова к активной жизни. В своем сне герой переносится в чудесный край. Правда, там нет ни моря, ни гор. Гончаров сопровождает это высказывание пространным объяснением, почему море и горы не так уж нужны человеку. Море наводит на него только грусть, а горы и пропасти – страх. Для придания экспрессивности своим суждениям автор сравнивает горы с выпущенными зубами дикого зверя. Обломов же оказывается в спокойном и теплом уголке с отлогими холмами. Все здесь располагает к созерцанию. Вокруг героя находятся живописные виды. Как будто вот даже такое впечатление, как будто они нарисованы, настолько они красивы. В этом чудесном краю одинаково хороши все времена года. Зима здесь похожа на неприступную холодную красавицу, а лето пьянит ароматами полыни, сосны и черемухи. И мы узнаем в этом, так сказать, благословенном богом уголке не сказочное Тридевятое царство, а реальную русскую провинцию. Здесь нет гастрономической роскоши, зато есть луна, похожая на медный вычищенный таз. Гончаров намеренно разводит реалистическое описание деревенской глубинки и, так сказать, поэтическое описание. Бог знает, удовольствовался ли бы поэтами или мечтать о природе мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-какетку, которая бы наряжалась в палевые облака, да сквозила таинственно через ветки деревь или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам. Может быть, столь возвышенным поэтическим взглядом и не пришлась бы по вкусу луна, похожая на медный таз. И Гончаров не случайно вспоминает описанные зарисовки романтических пейзажей и говорит, что да, вот эта местность, она бы, вероятно, не вдохновила поэта, но это была родина Обломова, и она ему была дорога. Конечно, такое сравнение выглядит не в пользу российского пейзажа, но, так сказать, родина есть родина. Главное, что здесь тишина и спокойствие царствуют и в нравах людей. Здесь уже автор переходит к рассуждениям об особенностях русского менталитета, подчеркивая его спокойствие и миролюбие. Одновременно с этим поражает невидение, в котором живут простые люди, практически ничего не зная о том огромном мире, который лежит вокруг них. Они лишь слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизведанные страны, населенные чудовищами. И обломовцы не были исключениями, конечно, они думали точно так же. Дальше губернского города простые люди не ездили, и вся жизнь их проходит на фоне вот этих калмов, полей и речушек, которые они знают с раннего детства. Обломов вспоминает во сне свою родовую усадьбу, детство, няню, мать и тот ребяческий пытливый взгляд на мир, который был у него ребенка. И он невольно погружается в атмосферу вот этой живой радости. И погружаясь в детские воспоминания, взрослый Илья Ильич, хотя, конечно, теперь он уже знает, что нет молочных рек и кисельных берегов, все равно грустит о том, что сказка не жизнь, а жизнь не сказка. Он вспоминает сказки няни, о богатырях. С мягкой иронией Гончаров пишет о силе народных верованиях, приметы. И таким образом сон Обломова – это фрагмент, имеющий в сюжетном отношении вставной характер. Многие писатели пользуются таким приемом, как сон, потому что он позволяет лучше раскрыть характер главного героя. И мы понимаем, что вслед за детством Илья Ильич дальше вспоминает свою жизнь, учебу в пансионе, где познакомился с Андреем Штольцем. Первую прочитанную книгу «Детские размышления о жизни». Именно тогда пришла в голову Обломову та жизненная модель, по которой добрые люди связывали идеальное счастье с покоем и бездействием. То есть, вот обратите внимание именно на этот факт. Счастье – это покой и бездействие. Жизнь, как покойная река, текла мимо них. Им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления. Деньги Обломовцы тратили неохотно, так как не любили их зарабатывать, поэтому и обстановку в доме Обломова не торопились обновлять, что мы и видим во взрослом состоянии Обломова в его квартире. Создается понимание, почему капитализм так тяжело приживался на русской почве и так недолго просуществовало в России рухнув в начале 20 века, но уже дальше, понятно, расшатанной эпохой революции. Вторая часть романа начинается приездом Андрея Ивановича Штольца, закадычного друга Обломова. Мать у Штольца была русская, отец немец. Родители постарались дать сыну все лучшее, что сами унаследовали из родной культурной среды. С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам христиан, мещан и патричных. А с матерью читал священную историю, учил в басне Крылова и разбирал по слогам Телеймака. То есть он как бы получил наследство двух культур. И в начале второй главы Гончаров пишет о том, как хваленный немецкий именталитет видится глазами русского человека. Рассказ о нем ведется от лица матери Штольца, которая проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых как палка офицеров солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу. Женщины отмечают в немецком характере прежде всего не мягкость и деликатность, а деловитость и практическую хватку, которая является неотъемлемой частью бюргерства. Мать пыталась всеми силами привить сыну утонченность и любовь к поэзии. Отец же подарил сыну клеенчатый плащ и замшивая зеленые перчатки, атрибуты трудовой жизни, положил ему жалование и с ранних лет учил помогать ему. Сделал репетитором в своем маленьком пансионе. Как только Андрей окончил курс обучения, отец дал ему 100 рублей ассигнациями и отправил одного в Петербург, указав на прощание, чтобы на капитал отцовский он при жизни отца не рассчитывал, а постарался сам сделать карьеру. Простились они по-мужски, пожав друг другу руки. Сцена, в общем, достаточно тяжелая, вот эта сцена прощания, что ли, с отцом, вот эта, да, бюргерская холодность с одной стороны, и с другой стороны, что крестьяне, которые наблюдали за этой сценой, недоумевают, как же можно единственного сына, своего ребенка отправлять непонятно куда и даже не обнять его на прощание. И, собственно, жалеет Андрея простая русская женщина. И мы видим, что Штольц обещает отцу сделать карьеру. Да, пута щенка на улицу выбрасывает, вы абсолютно правы, да, именно так женщины говорят. И когда отец дает Андрею адреса своих знакомых, Андрей говорит, что пойдет к ним только тогда, когда уже всего добьется сам. И действительно, как мы видим в романе, к 30 годам Штольц сам сумел нажить дом и деньги. Жизнь его проходила в постоянном движении, в поездах, в новых проектах, идеях. В лице Штольца Гончаров, конечно, воплощает идеал делового человека европейского типа. Символичен в этом отношении портрет героя. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощак, щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. Штольц очень деловит, подтянут, не позволяет себе лишних движений, вообще ничего лишнего, как говорит автор. Жизненный идеал героя он определяет, как равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа. Таким образом, дружба Обломова и Штольца выступает в романе, как своеобразное притяжение противоположностей. Штольца характеризует твердость и бодрость по отношению к жизни Обломова, романтичность и мечтательность. Отношение героев ко времени диаметрально противоположно. Штольц осуществляет ежеминутный контроль не только над каждым своим делом, но и над распределением сил души и сердца. А у Обломова наоборот. Вся жизнь сливается в единый поток внутренних размышлений, среди которых он едва успевает замечать ежедневные закаты солнца. У Штольца была любимая фраза «Мудрено и трудно жить просто». Штольц боится воображения, боится мечты, то есть того, чего в избытке у Обломова. Все, что было не подвластно практическому анализу, воспринимается им как оптический обман. Он и среди увлечения чувствовал землю под ногой и довольной силы в себе, чтобы в случае крайности рвануться и быть свободным. Штольц при этом не был человеком приземленным, но ценность его натуры, ну, скажем так, просто не позволяла размениваться по мелочам. Андрей хотел прожить четыре временные года, то есть четыре возраста, без скачков. И донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно. И что ровное и медленное горение огня лучше бурых пожаров, какая бы поэзия не пылала в них. Вот так рассуждает Штольц. В разговорах с другом Обломов все время жалуется на жизнь, на мелкие болячки. А Штольц подбадривает его, пытаясь сформировать у друга позитивное мышление. Примечательно, что на вопрос Ильи Ильича о том, что делать в деревне, Штольц сразу же выдает готовый ответ. Дать мужикам паспорта и распустить на все четыре стороны. Обломову такое решение проблемы, конечно, не нравится. Все, так сказать, прогрессивные нововведения, о которых рассказывает ему Штольц. Там, помните, устройство пристани, прокладку шоссе рядом с Обломовкой, организацию ярмарки. Илья Ильич воспринимает штуки, считая, что все это избалует мужиков. И под благодушной маской дворянина, тонкого и образованного человека, сразу возникает облик вот такого барина-крепостника, привыкшего к тому, что народ беспрекословно пашет на полях и содержит барскую усадь. Обломов против того, чтобы мужик получил образование. «Выучи его, так он, пожалуй, пахать не станет», заявляет он. Совершенно очевидно, что разговоры Ильи Ильича и Штольца не просто обычная дружеская беседа, но непримиримый спор о путях России. Конечно, Гончаров вкладывает, так сказать, свое понимание в это. Обломову были близки старые экономические отношения, при которых он, не вставая месяцами с дивана, всегда имел кусок хлеба. А Штольц, всего добившись своим энергичным трудом, является сторонником европейского, более прогрессивного социальной точки зрения, строя, скажем так, строя социальной справедливости, при котором работать должны все. В романе обломов есть подлинно комические сцены, описывающие отношения барина и мужика. Так, например, когда Захар будет Илью Ильича, он в сердцах сравнивает его с Чурбаном Осиновым, думая, что обломов не слышит. А когда тот говорит, что уже не спит, Захар мягко спрашивает его, что, мол, сударь, не встаете? И самым веселым моментом в этой сцене является то, что рядом стоит Штольц, который, наблюдая за всем происходящим, покатывается в сосны. Едва приехав к другу, Штольц задает ему массу вопросов, чтобы прощупать, как живет облом. Он сразу же выясняет, что деньги в доме не считаются. К Илье Ильичу приходят странные люди, которые пользуются его добротой, забирая то деньги, то одежду. У обломова, который рассказывает о каком-то деловом плане, нет в доме ни почтовой бумаги, ни визитных карточек, ни свежих газет. А страница книги «Путешествия в Африку», которую Илья Ильич читает. Помните, как Манилов, у которого, да, у Гоголя в «Мертвых душах», у которого была раскрыта книга на 14 странице? Вот точно такой же прием и венчаров использует. То есть эту книгу обломов читает годами, и она вообще даже заплесневела. В ужасе Штольц сравнивает обломово с комом тесто и призывает его выйти из этого сна, как он, так сказать, иносказательно называет состояние своего друга детства. Сперва он рекомендует Илье Ильичу сбросить лишний жир. Тогда и сон души будет преодолен, и можно будет покончить с Леннией. Андрей искренне переживает за судьбу друга и решает серьезно взяться за него. Он предлагает ему встряхнуться, поехать в деревню, за границу в конце концов. Но тот упорствует, отвечая отказом. Для начала Штольц решает вывести обломова обедать. Когда через 10 минут он одетый, обритый, причёсанный заходит в комнату, то видит, что Илья за это время не успел даже рубашку застегнуть. После недели активной светской жизни, всё-таки Штольц его, так сказать, вытаскивает, как мы знаем, да? Обломов устает. Устает от сплетен, терзания репутации и жадности, от ничтожных целей и суеты, в которых варится так называемое большое общество. Все находятся в погоне за чинами и прибылью. А самой большой трагедией считается крупный карточный долг. Обломову скучно в этой атмосфере. В разговоре с другом он прямо говорит об этом, полагая, что Штольц специально выводит его в свет, чтобы окончательно и бесповоротно отбить у него охоту там бывать. Своё каждодневное лежание герой сравнивает с постоянством и однообразием светской жизни, в которой при этом нет ни искренних страстей, как он говорит, не ищущего движения ума. Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперёд. А что толку? Спрашивает обломов Штольца. Илья Ильич метко характеризует эту светскую жизнь, как пустую перетасовку дней. Он с его философским взглядом на мир не понимает, как можно обречь себя на ежедневное заряжание всесветскими новостями. Обломов не видит проку от обсуждения насущных проблем мировой политики, так как это, ну опять же, как он считает, так как это отвлекает человека от своего собственного пути. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, так заявляет герой. Благодаря подобным обсуждениям образ Обломова постепенно углубляется, и мы понимаем, что вот тут нам как раз становится понятно, что это, в общем, достаточно умный и просвещенный человек. Тема трагедия, в общем-то, сильнее, безусловно. И становится очевидным, что кроме острых социальных проблем эпохи, мыслей о дальнейшем историческом пути России, Гончарова интересует извечный философский вопрос о цели, о сущности человеческой жизни. Путь из избрания скромной трудовой тропинки Илью Ильича, как мы уже это видели из первых глав, не прельщает. Он считает, что это скучно, незаметно, там всезнание не поможет, и пыль в глаза пустить некому. Обсуждают, друзья, и идеал тихой семейной жизни в деревне. Обломову он вроде бы и нравится, но когда он рисует себе всю картину в красках, содержание детей, родственниц, эконома, расходы на семейный быт, то этот путь ему уже не кажется таким желанным и безоблачным. Каким же путем все-таки пойдет Андрей Штольц? Мы поговорим об этом на следующее занятие, в следующую субботу. И у нас продолжится разговор теперь уже о роли любви в жизни Обломова и о двух женщинах его жизни Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной. Вопросы, пожалуйста. Действительно, Обломова почитаешь, так и правда захочется двигаться, чтобы не быть похожим на него. Так что да, я с вами согласна. Вполне Обломов может научить любить движение. Еще вопросы? Итак, до следующего занятия, где мы продолжим разговор о романе Обломов. Всего доброго!